Ему кто подал, Макей того не знает и не сообразил даже, что было прежде, грохот ли выстрела или сильный толчок в правое плечо. Выстрел из ружья образумил всех. Синные девки, подобрав длинные сорпинковые юбки, с визгом побежали на второй этаж постоялого дома, а за ними лобазник-трактирщик, а целовальник кинулся прочь из ограды. Вскоре в ограде остались только возщики купеческого обоза и долговязый приказчик с ними. «Шутейно, шутейно, а тут на тебе, смертоубийство», — бормотал один из возщиков. «Шутейно, а ли не видели, как разбойник кирпичом саданул по голове Гаврил Спиридоновича?» — подсказал приказчик и возщики, сообразив, припихли. Кирпич-то запустил один из них, свой брат. Прислонившись к телеге, ухватившись за пораненное плечо, Макей качал головой. «Разве он зачинщик драки? Разве он ударил кирпичом? Убивец, убивец!» — кричат. «Кто убивец? Он, Макей? Да как же это так? Не можно то, не можно, напраслино!» Ворочалась трудная мысль, как вдруг в ограду беркутом влетел становой пристав, усатый, как морж, и шашку из ножен, а за ним два стражника с ружьями. Приказчик и возщики купеческого обоза одним дыхом гаркнули, указав на Макея «Убивец!» Макей слушает и не понимает. Оказывается, он сам полез с кулаками на купца от Ружилина за то, что тот верующий в Бога, а он, Макей, безбожник, потому и убил купца кирпичом. И что приказчик, защищая себя и возщиков от разбойника, выстрелил в Макея из ружья. «Не убивал купца? Не убивал!» — поговорил Макей, но становой пристав не стал слушать. «Связать!» Стражники, выставив ружья, крикнули долговязому приказчику и возщикам, чтобы те скрутили веревками разбойника. «Не можно то, не можно, напраслино! Зарублю собаку!» — и шашка станового пристава взлетела в воздух. Макей шагнул под шашку. «Руби, сатано, руби!» Пятеро возщиков с приказчиком еле совладали с Макеем, хоть тому и подбили правую руку. Макей отпинывался, повалил трех себе под ноги и кинулся было бежать через телеги, но его схватили, повалили между двух телег и связали. Суконная однорядка Макея прилипла к окровавленной рубахе, становой пристав послал за лекарем и за урядником. Когда явились лекарь и урядник, прежде всего подняли тело купца Тужилина, составили протокол об учиненном смертоубийстве заезжим на постоялый двор разбойником, у которого не оказалось ни подорожной, ни вида на жительство, и он не назвал ни своей фамилии и ни того, откуда и куда едет. По всем видам чистый варнак. Потом лекарь промыл и перевязал огнестрельную рану на плече Макея, и тогда уже стражники отвели арестованного в острог. Если бы Макей сказал, что он из общины поморских раскольников, переселяющихся на Енисей, тогда бы, возможно, не определили его сразу в разбойники и в беглого каторжника, по понятным причинам скрывающего свою подлинную фамилию и место постоянного жительства. Становой пристав знал, что в 70 верстах от города на берегу Ишима остановилась община раскольников из Дальнего Поморья. Было предписание Тобольского губернатора учредить строжайший надзор за общиной еретиков, именующих царя Анчихристом и совершающих моледствие по уставу Раскольничьего Церковного Собора. Становой пристав с урядником и стражником дважды навестили общину, разговаривали с духовником Филаретом и строго упредили, чтобы никто не отлучался от общины без его дозволения, и самое главное, поскорее бы убрались с берегов Ишима подальше от Тобольской губернии. Отправляйся на Енисей, там места хватит для всех еретиков. Пусть, мол, раскольниками ведает енисейский губернатор Степанов. И вдруг следователь Нижнеземской расправы Евстигней Миноч, толстенький, щекастенький, с ехидными ноздрями человек, немытьем-то катаньем лезущий в чины губернского земского суда, чтобы перемахнуть из Ишима в Тобольск, ошарашил станового пристава неожиданным сообщением. Разбойник, учинивший смертоубийство, как о том показали возщики купеческого обоза, сказал, будто он отринул старую веру поморскую, а значит, не истой ли он общины еретиков, какая с прошлой осени поселилась на берегу Ишима? Становой пристав замахал руками. Ну, батенька ты мой, перехватил, перехватил. Знаете ли вы тех, кто с мочей, это же не люди, а бревна неотесанные. Как свалили с пней, такими в мир пошли. В сучьях лохматыми неотесанными дикарями. Видел я их, батенька мой, и скажу вам по секрету. Если бы вас хотя бы на неделю оставить в той общине, вы бы пардону запросили. Да, смился вы, государь, сие вам не Петербург, они бы вас уморили на всеночных молениях и родениях, и вы бы продолбили себе лоб двумя перстами, и на коленях накатали бы вот такие мозоли. Ха-ха-ха. Евстигней Минч не сдавался. И все-таки, смею заметить, образина разбойника Раскольничья, и борода, и самая такая непроходимая дикость. Беглый каторжник, вот кто он, батенька ты мой, заявил, сведущий становой приз. Верное слово, каторжник, и если угодно, на его совести немало убить. Обратите внимание на мешочек, в котором разбойник хранил деньги. Из какой кожи сшит, как вы думаете? Евстигней Минч над этим вопросом еще не задумывался. Из человечей кожи, батенька ты мой, да, есть такой обычай у вечных каторжников. Если они кого заподозрят в предательстве, то мало того, что удушат раскаившегося в злодеяниях, так еще живьем сдерут со спины кожу и шьют потом из этой кожи подобные мешочки, да, звери, батенька ты мой, соблаговолите узнать, из кожи какого каторжника мешочек у разбойника. Тонкими намеками, так сказать, пачетого хитростью, Евстигней Минч, да, Евстигней Минч ушел от станового изрядно посрамленным и долго потом сидел в своем кабинете, разглядывая и так и сяк злополучный мешочек разбойника. Странная шутка. Шкура мешочка шершавая, чуть желтоватая, пупырчатая, наподобие змеиной. Не может же быть, чтобы человеческая кожа была вот такая пупырчатая, и из желта. Или кожа вечных каторжан именно такая? И он, Евстигней Мин, человек из Санкт-Петербурга, не знает еще всех тонкостей каторжанской кожи. Делать нечего, надо установить из кожи какого каторжника сшит мешочек и постепенно из-под тишка допытаться, кто же он сам разбойник. Многих ли он отправил на тот свет после побега с каторги? Один ли он орудует в Пришимье? Или где-нибудь у него есть разбойничий в Атага? Трудную ночь провел Макей в Остроге. Мало того, что правой рукой не пошевелите плечо вспухло от раны, так еще клопы донимали. Не видывал, чтоб паскудность ползала целыми полчищами. По стенам, по голым доскам, заменяющим кровать, и сыпалась с потолка, как чечевица. Макей отряховал клопов с рубахи, давил со стервенением и всю ночь топтался на ногах. Думал и про убиенного купчину. Не он же убил. На ветчистое дело. Должны же подтвердить мужики, что не он убивал. Они же видели со стороны. Пусть власти спрос учинят трактирщику. Макей видел его на крыльце. Из сильных девок спросят. Те обязательно скажут, кто кинул в Макея кирпич и угодил в башку купчине. Утром в бревенчатую каталажку явился урядник при шашке, а с ним пятеро стражников с ружьями. И цепи принесли. Благо, в этапных тюрьмах от Санкт-Петербурга до Тихого океана не было недостатка в кандалах. Не можно то, не можно. За безвинность в цепи не куют. Отпрянул Макей, но его прижали к стене, и как он не сопротивлялся, связали. А потом пришел кузнец с инструментом и оборудовал Макею обновку от царя-батюшки в век не износить. Когда вывели Макея из каталажки, само небо будто лопнуло от негодования за учененную несправедливость и ударило громом. Стражники с ружьями перекрестились. Макей обрадовался. Гремит небо, то греми. Хоть бы прибило. Громом не прибило, а дождем прополоскало. С бороды ручьями лилась вода. С войлочного котелка дождь лился за шиворот. Плечо заболело от взмокшей повязки. Но Макей не обращал внимания, не такое переживал. В новом деревянном доме Нижнеземской расправы Макея встретил следователь Евсигней Миноч. До того радостно, будто к нему привели не убийцу разбойника, а ближайшего родственника. «Милости прошу ко мне в присутствии. В кабинетик, в кабинетик!» приглашал Евсигней Миноч, и даже лысина его стала розовой от умиления. Сам распахнул дверь кабинета, куда и ввели Макея, усадив у стены на деревянный стул. Один из стражников попросил дозволения выйти в коридор и там закурить. «Закурить?» Евгений Миноч хитро прищурил зеленоватые глазки. «Курите здесь, в присутствии, и угостите человека!» показал рукой на Макея. «Не потребляю!» отказался Макей. «Не курите или бросили?» отродясь не курил. «И водочку не потребляйте?» «Не потребляю, срамно то!» «Ах, вот так! Совершенно правильно, срамно!» «Я придерживаюсь такого же мнения, не курю, не пью, потому родитель мой держался старой веры. Слыхали про такую веру?» «Отринул то!» «Кого отринул? Старую веру?» «Бога с угодниками и с Иисусом так же, как небымши!» «Безбожник, окаянный!» — проворчал стражник. Евстигней Мин строго заметил стражнику. «А вот этого я вас не просил делать, вставлять в ваши замечания. Попрошу впредь молчать. Слушаюсь, ваше благородие». Эка благородие лысое да мордастое! Макею впервые в жизни довелось встретиться с представителем власти Российской империи. И он еще не знал ни чинов, ни рангов, людей, вершащих расправу над нижним сословием крестьянами. «Начнем с вашего кошелька!» Евстигней Минч показал Макею мешочек. «Из какой кожи он сшит, любезный?» Макей подумал, отвечать или нет на спрос. Если бы он был в общине единоверцев, понятное дело, молчал бы. «Ну а тут как быть?» «О, что в цепи заковали! Не убивец я!» Евстигней Мин сладостно пропел. «Но ведь купец Гаврила Спиридон, что Жилин убит, не так ли?» «Понятное дело, в драке. Но ведь убит!» «Не я убивец, говорю! Откель кирпич у меня взялся бы!» «Вот я и буду вести дознание, чтобы установить, кто же убил купца. И если вы невиновны, будете оправданы и цепи снимут. Но для того, чтобы доказать, что вы не убивца, дознание должно установить, кто же истинный убивца». Возчик купеческий шибанул кирпичом. «Так же было прекрасно! Так и запишем в протокол. Но прежде всего надо установить, откуда вы приехали в Ишим, куда едете и где взяли вот этот кошелек с тремя золотыми и серебром в три рубля с пятиалтынным. Откуда такие деньги?» «Того не будет». «Чего не будет?» «Дознание!» «Ни к чему-то скажу. Еду по Сибири, место глядеть. Более ничего не скажу, благородие». «А вот кошелек ваш сказал нам кое-что. Представьте, он сшит из кожи убитого каторжника. Не так ли?» «Эх, умыслили!» «Из лебединой кожи шит». «То есть как из лебединой?» «Из лебедей, какие в поморье залетают. На озера там. Так вы из поморья. Молчание. Это же очень далеко, не близко. Так и ехали один». И тут Макей признался, с общиной ехал от самого поморья. И на Енисей потом ездил место глядеть. Возвернулся в общину, и беда пришла. Сыну мого веденейку, чадо милое да разумное, старцы сатаны под иконами удушили. Оттого и Бога отринул. За душегубство то. И ушел из той общины, як и не бымши там. «Удушили сына? Вашего сына веденейку? Но за что же? За что? За туман тот. За Бога того. Под иконами на тайном судном спросе удушили. Чадо мое махонькое благостное. По шестому году. Я как от еретички народился. И Бог то зрил, и силу дал душителям». Евстегнеминч посочувствовал. «Сына вашего веденейку. По шестому году. Какое горе!» Макей ответил с тоном. «В грудях кипит. Исхода не вижу от такого горя. Туман будто перед глазами. Понимаю, понимаю». Евстегнеминч обрадовался. На первом же допросе тонким ходом он раскрыл преступника. Кто он и откуда. И мало того, получил ошеломляющее сообщение об убийстве ребенка в общине еретиков. Это же дело для верхней земской расправы. Губернатору доложат, и он, Евстегнеминч, сразу вырастет на целую голову. «Как же будет посрамлен становой пристав, почитающий себя за знатока Катаржан? Надо сию минуту идти к исправнику и сообщить потрясающую весть. А там вы с исправником в общину. Раскольников дознания и под стражу возьмут не только одного разбойника. Вы сказали, что сына вашего веденейку удушили под ихонами на тайном судном спросе. Но помилуйте, что же мог отвечать ребенок?» Макей схватился, да было поздно. «Про чадо мое спросу не будет, благородие. Мое чадо, мое горе, не вам то ведать». «Как же так не нам? Кто же должен наказать преступников?» Макей подумал. «В самом деле, кто же должен наказать душителей в веденейке?» «Бог». Макей отринул бога. Общинники? Они готовы были растерзать самого Макея. И убили б, если б не подоспела подружие Ефимия. «Мое горе со мной в землю пойдет», — решил Макей. «Нет, он не назовет никого из общины. Ни подружие, ни бесноватых апостолов, ни третьяка с Микулой. Так значит, вы из общины раскольников, которая остановилась на Ешиме. Про общину спроса не будет». «Как так не будет?» «Не будет, и все. Про купца спрос ведите». «Нет-нет, любезный, прежде всего мы установим вашу личность, опознаем, возьмем под стражу душителей вашего сына веденейки, и тогда и про убийство купца будем говорить». «Не будет того, не будет», — гаркнул Макей. «Позвольте нам знать, как вершить назнание». Евстегней Минч потирал руки. Он сейчас явится к исправнику, и тогда... Зависть седьмая. Ефимия молилась, молилась. Кутаясь в суконное одеяло, подложив под ноги Макееву меховую тужурку, не поднималась с коленей седьмые сутки. Рядом поставила глиняную, обливную кружку и медный чайник кипяченой воды, сухари в плетеной корзиночке, и вот и вся снедь для эпитемии. Теряя силы, падала головой в землю, мгновенно засыпая, час-два забытья, и снова молитвы и земные поклоны. Ноги то деревенели, то отходили, правая рука до того отяжелела, что с трудом подымалась, чтобы наложить крест. Много раз прочла по памяти псалтирь, откровений апостолов, а просветления не было. Виделся веденейка кудрявый, говорливый, как первозданный ручеек в камнях, синеглазый, как Макей. Вспомнила, как Филарет гнал ее от сына, чтобы не искушала чада, но она постоянно тянулась к сыну, и Марфа Ларивонова помогала в том. Веденейка у груди лежал, как вечное тепло, чем жива мать. Удушили веденейку. Под Иисусом удушили. И Бог то зрил, и силу дал душителям. Чудно жутко. Есть ли ты, Боже? Ни ответа, ни успокоения. В переднем углу на божнице не сталось ни одной иконы, какие когда-то повесил старец Филарет. Ефимия убрала их, упаковав в дерюшку, и перевязала веревкой. Молилась только своей иконке Богородицы с младенцем. Если свечи догора и гасли, Ефимия ползком добиралась до лавки, зажигала новые, ставила на божницу, опять падала на колени, отползая на свое место. Трижды за неделю в избушку стучался Лопарев. Ефимия, ради Бога, открой. Ты же уморишь себя на молитве. Разве это нужно Богу? Подумай. Увещевал он, получая неизменный ответ. Не говорить нам, Александра, не зрить тебя не могу. Если кто вломится в избу, огнем себя сожгу. Не тревожь меня, и Господь пошлет мне просветление. Но, увы, просветления не было. Как там случилось, Ефимия сама толком не знает. Вскоре после полуночи, сгорбившись на коленях, Ефимия забылась в тяжком сне. И вдруг почудилось ей, как в избу налетели черные коршуны, и свистя крыльями, кружились, кружились, ехидно, ехидно кричали черные коршуны. Змея стоглавая, кара тебе, кара. Потом все стихло, и с шумом распахнулась дверь. Вошел Филарет, белая борода тащилась через порог. Старец подобрал бороду руками, поклонился Ефимии, потребовал «Оглаголь апостола, оглаголь!» И тут же исчез, как дым ползучий. Ефимия протянула руки к иконке, лик Богородицы посветлел, и уста открылись, живая будто. «Слушай меня, благостная!» Молвила Богородица. «Праведница ты, сирич того мученица! Господь покарал мучителя твоего, глагола лишил, и руку отнял, чтоб не крестился еретик. Не зрить мучителю царствие Господня! Гордыня обуяла мучителя, железо железом правил, за око-око рвал, за ребро-ребро ломал. Не по-божье то, по-бесовски! От гордыни и лютости еще скажу тебе, благостная, третья к дядя твой, со калистратом погубят общину. Калистрат нацепил себе на грудь крест золотой, и с тем крестом старец-мучитель огнем огонь крестил, смерть сеял за место жито, и стала возле него пустыня. Но исполнится при калистрате, пустыня будет. Слушай меня, благостная, как лист рябины росой умывается, так и ты прозреешь, и благодать будет. На грудь надень рябиновый крестик, и ты очистишься. Покой и твердь, счастье твое! Ефимия очнулась от забытия, испуганно перекрестилась, знаменье было знаменье. Поспешно подползла к лавке и поглядела в оконце. Тут она, рябинушка, сияет будто. Ефимия невдомек, что за окном сизая рань рассвета, и на отпотевших листьях рябины световые блики. Она видит свое, рябина воссияла. В переплетении ветвей увидела крестики, множество крестиков, и Богородица с младенцем стоит под рябиной и зовет. Выйди ко мне, благостное спасение будет под рябиной. Ефимия отпрянула от окна, вскрикнула. Богородица причистая прозрела, я прозрела. И, не помня себя, кинулась к двери. Долго возилась с запорами, наконец открыла дверь, упала на пороге, тут же вскочила, забыв про одеяло, и в одной нательной рубашке подбежала к рябине, обняла ее, и медленно боком повалилась возле рябины, теряя сознание. Один из караульщиков заорал, что есть мочи. «Ведьма, ведьма, ведьма, и дай бог ноги!» Вслед за ним очнулся от сна Микула, увидел что-то белое под рябиной и вскинул ружье. «Спаси Христос!» На счастье Ефимия Микула до того перепугался, что, взведя курок, забыл поправить кремень, трижды щелкнул, а ружье не выстрелило. «С нами крестная сила!» — попятился Микула, и, бросив кремневое ружье, приударил такой рысью, что на рысаке не догнать. Переполох караульщиков разбудил Ларивона. Макей, может, явился. Выскочил из избы, да к Макеевой. Дверь распахнута, горят свечи, а в избе никого. Со всего становища бежали люди. Тут и Ларивон увидел Ефимию под рябиной и подскочил к ней. «Ефимия, Ефимия!» «Слышу, слышу, Богородица Пречистая!» — отозвалась Ефимия, подняв голову. «Ларивон, ты что здесь? Виденье было мне. Богородица явилась под рябиной. Третьяк и Калистрат погубят общину. Народ надо созвать на всеношное моление. И я скажу волю Богородицы!» Ефимия даже не подумала, что ночь минула, и настало утро. Суеверные старобрядцы ахнули. «Погибель будет, погибель!» Калистрат не на шутку перепугался и приказал, чтоб сейчас же несли Ефимию в избу, а она сама не в себе. Он вернулся из города Ешима с верижниками Никитой и Гаврилой и прибежал к избе Макея, запыхавшись. Глядеть за ней надо, глядеть, взяло Борзо. Человек шесть верижников подвинулись к Третьяку. Зло на зло катят, готовы лезть в драку. «Благостная Богородица, зрила! А ты ее порочишь! Через тебя погибель будет!» «Через меня!» — гаркнул Третьяк. «Через Макея Еретика погибель ждите!» «По что отпустили Еретика?» «Мы вот с мужиками в Ишим ездили и узнали там, а вдруг проведают, что Макея из нашей общины? Тогда каким крестом? Открестимся от стражников до урядников, от станового пристава до исправника али губернатора?» Верижники притихли, правда ли то? Уже ли Макея в цепях, как убийц? Третьяк с Калистратом накинулись на Ефимию, и такая, и сякая, и Богородицу опорочила срамными устами. И никакого видения не было, сама себя уморила на молитве, ума лишилась, да еще навела смуту на единоверцев по скудным речениям. И что, если будет совращать людей, ее свяжут, запрут землянки, и епитимью наложат. Ефимия отбивалась, порываясь убежать из избушки, чтобы поднять общину, но Третьяк с Лукой силой уложили в постель и держали за руки. Притихни, зело Борзо, рычал Третьяк. Коршуны, коршуны! Умучилась благостная трубилка Листрата, сеняя себя ладонью, а Ефимии виделась сатанинская щепоть. «Отоспись, Ефимия, и будет мир на душе твоей! Изыди, алгемей! Щепотью крестишься Иуда, вижу, вижу! Ко лбу несешь ладонь, а большой палец подогнул к двум перстам! Гордоус Треклятый! Повязать ее надо, Третьяк! Надо, зело Борзо! Лука, кликни Гаврилу и Никиту!» Никита и Гаврила, ближайшие помощники Третьяка и Калистрата, стояли в семцах. Явились по первому зову, веревок в макеевой избе не сыскали, схватили рушник, и, как ни плевалось, Ефимия, связали ей руки, а потом укатали в одеяло и опеленали поверх одеяла холстом ни встать, ни сесть. Алгемей, алгемей, треклятый! Кричал Ефимия бессильный вырваться и стенет мучителей. «Не радуйтесь, что повязали меня, не радуйтесь! Слово Богородицы из уст в уста пойдет по всей общине! Не Богородицы, а срамницы!» «Ругай, ругай, дядя, не скрыть тебе черную душу! Пред Господом Богом нету в тебе Бога, а корысть одна да жадность! В чьих руках общинное золото, которое ты с Калистратом забрал у Филарета, где оно, то золото, твоим ли потом и кровью добыто оно!» Ефимия, замолкни! «Кляп в рот забью!» вскипел Третьяк, выкатив черные глаза. Тут и явился Лопарев. Он еще не знал, что произошло, и отчего поднялась община, и вот увидел Ефимию скрученной. Кинулся к ней, но Третьяк схватил его за плечи, ступая, цель, барин, не твое тут дело, зело Борзо. «Александра, спаси меня! Виденье было мне!» Богородицу зрила и реченье слушала. И сказала Богородица, «Третьяк с калистратом погубят общину, оттого и повязали меня!» «Ступай, барин!» Гаркнул Третьяк, толкая Лопарева к двери. «Худо будет, зело Борзо!» «Не сращай, Третьяк, убери руки!» «За что вы ее мучаете?» «И не стыдно вам, мужчины?» «Пятеро против одной, не много ли?» «Так-то вы повергли крепость Филарета! Это и есть Третьяк, вольная волюшка!» Нозри хищного носа Третьяка раздулись, и сам он весь сжался, напружился. «Не замай, барин!» «Понимаю», — кивнул Лопарев. «Это вы умеете убивать, мучить, истязать!» «Не мало ли для того, чтобы называться человеком Третьяк?» «Кто знает, чем и как ответил бы взбешенный, позеленевший Третьяк, успевший опустить руку на костяную рукоятку поморского ножа в ножнах, подвешенного к широкому филаретовскому ремню, если бы не ввязался сам духовник!» «Не огнем правит жизнь человечие», — пожурил калистрат. «Ты вот зришь повязанной эту мученицу! А ведаешь ли ты, что она повязана во спасение, а не во зло?» «Не злорадствуй словом, раб Божий! Мнишь себя человеком образованным, а всех нас дикарями зришь!» «Так, Али!» «Вот верижник Лука!» «Хитро ли сказать дикарь!» «А ведомо тебе, у дикаря Луки родословная такая же древняя, как и сама Русь, христианская!» «Назови фамилию и род Луки в Петербурге, и твоя фамилия Лопарева потемнеет, как медь в сырости!» «Не отринул Лука и род свой древний, и фамилию, и звание, какое получил в Санкт-Петербургском университете, и сам пришел в Поморье спасать душу!» Лопарев зло усмехнулся. Верижник Лука, как о том говорил Третьяк, бежал в Поморье из Петербурга, совершив двойное смертоубийство. Единоутробного брата зарезал, и отчима, которым удалось захватить родовое имение покойного отца Луки. И Лука остался при высоком звании князя, без наследства. Калистрат не обошел и собственную персону, и он из древних дворян Могилевской губернии вхож был в дома Орловых, Аненковых и многих других, блестяще закончил курс Духовной Академии, и был бы теперь архиереем или профессором богословия и Академии, да отказался от всех почестей и званий, и ушел искать спасение в старой вере. Лопарев успокоил. «Я никого не порочу, и мысли такой не держу порочить. Я вот вижу, пятеро повязали одну женщину, разве-то достойно мужчин, и тем паче столбовых дворян. «Врешь, врешь, дядя!» — выкрикнула Ефимия. Лопарев не слышал, что сказал племяннице Третьяк. «Ума я не лишилась. Врешь, врешь, треклятый. Волк ты не человек. А ли ты не грабил Москву с французами? Не убивал русских, какие шли на смерть за Русь? Убивал, убивал. Помню, помню. И вообще не учнешь смертоубийства. Волк ты, волк!» «Змеище, ехидна, тварь!» — Третьяк схватил племянницу за горло и удушил бы, если бы Лопарев не оттолкнул его прочь. Третьяк боком ударился о стол и, напружинясь, как тигр, бросился на Лопарева, выхватив из кожаных ножен кривой нож. «А, барин, в кровь твою барскую!» И не успел Лопарев отскочить в сторону, как Третьяк поразбойничий, и с поднизу вонзил ему нож в грудь. Лопарев успел схватиться за руку Третьяка с ножом и медленно осел у ног верижника Луки и Калистрата. Те попятились к лежанке Ефимии, Сусе Христе, Сусе Христе. Ефимия завопила, завопила. Лука с Гаврилой кинулись к двери и столкнулись с Микулой. «Беда, беда!» — протрубил Микула, не переступив порог. Казаки и стражники к становищу подъехали. Макея в цепях привезли на телеге. «Беда!» — казаки и стражники и переглянулись в верижники. Микула увидел Третьяка с окровавленным ножом и был таков, убежал без оглядки. «Господи, помилуй!» — молился Калистрат. До Третьяка наконец дошло. Казаки и стражники вообще не бежать надо. Сию минуту убийство-то вот оно, свежее и не остывшее. Вылетел из избы вслед за верижниками. «Стойте! Куда вы, Иуды? Вместе надо!» и верижники задержались у берега Ишима. Ранний стынь, над Ишимом туман белесый. Третьяк хватанул сырого осеннего воздуху и тут вспомнил, что где-то на берегу две лодки, на которых общинники рыбачили. Где они, те лодки? «Лодки! Где лодки?» У верижников цокают зубы. Третьяк-то с ножом. «На лодках спустимся ниже по течению, переждем. Уедут собаки. Макей-то! 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 Всех оглаголит!» Туман, туман, белым чубом вьется, берега застилает бежать, бежать, бежать. Ефимия назовет Третьяка убийцей, тогда цепи дознания и Третьяку болтаться на перекладине. Вспомнил про общинное золото, золото, сундучок золота, успеет ли? Из Макеевой избы несется вопль «Спасите! Спасите! Но где же лодки? Выше или ниже по течению?» Избушки, березы, пни, землянки, мычащие коровы у пригонов, табун лошадей у берега Ишима и ни души. Ни единой души во всем становище. Тридцать конных казаков спешились у рессорных тарантасов Исправника и Станового. На двух телегах стражники с ружьями и Макей в цепях. Исправник сошел с тарантаса, огляделся. Под жарой немолодой, форменной шинели и под полковничьих погонах. Становой пристав, грузный, усатый, страдающий одышкой, сообщил Исправнику, что сейчас все ископаемые космачи попрятались в своих норах, и только силой можно вытащить их на белый свет. Но нет такой силы, которая бы заставила космачей заговорить. — М-да, — пожевал тонкими губами Исправник. — Духовником у них чудище бородатое, — продолжал Становой. — Нет никакой возможности разговор вести. Необозримая тупость. Глядит в землю, да долбит лоб ладонью. — М-да. — И через минуту. Гнать бы их с берегов Ишима. — Совершенно верно, ваше высокоблагородие. Гнать надо гнать. Исправник подошел к Макеевой телеге, где в этот момент крутился дотошный Евстегней Милус. Изрядно измученный за полторы недели Макей в той же суконной однорядке и в кожаных штанах притворился усталым, ничего не смыслищим, потому и не ответил сразу на вопрос Исправника, из этой ли он общины. — Тебя спрашиваю, рыло. Взвинтился Исправник. — Ты из этой общины? — Не ведаю, благородие. — Как так не ведаешь? Здесь удушили твоего сына. — Навет, чистый, навет, благородие. Исправник распорядился. — Пошлите казаков, пусть кого-нибудь вытащат из этих нор. — Слушаюсь. Но не успел Становой отдать распоряжение казакам, как явился Калистрат, сам духовник, лобастый, чернобородый, раздувая ноздри, горбатого носа, попросил дозволения говорить с начальником. Исправник подошел к бородачу с золотым крестом. — Спасите, ваше высокоблагородие. И Калистрат бухнул лбом в начищенные до блеска сапоги Исправника. — Спасите ради Христа. — Отрекаюсь от сатанинской веры, отрекаюсь. Семнадцать годов мытарился со старобрядцами в поморье, искал спасение души. А нашел зверство единое, душегубство, тиранство, какое учинял сатану Филарет. — Отрекаюсь, спасите ради Христа. Преподаю к стопам вашим. Ошарашенный Исправник так и не уразумел, кого спасать и от кого спасать. — Кто вы такой, поднимитесь и говорите толком. — Не смею подняться, спасение прошу, — ответствовал Калистрат, обметая собственной бородой пыль с сапог Исправника. — Спасение? — Православие приму. — Старобрядчество дикое отторгнул, яко сатанинское верование. — Похвально. Чем могу, тем буду содействовать вашему возвращению в православную церковь. Однако кто вы такой? — Имя мое, под каким был в духовной академии, Калита Варфоломеич Вознесенский, дворянин Могилевской губернии. В 1811 году, в день Рождества Христова, был рукоположен в протопопы и оставлен при академии. Гордыней своей обуянный расторг духовной узы отрекся от православия и ушел искать спасение в раскольничьем церковном соборе Поморья, где изыскал себе погибель. — Вот как исправник переглянулся со становым. — Что ж, буду лично говорить с архиереем Тобольским. И покрутил стрелки белых усов. — Поднимитесь, Калита Варфоломеич, посмотрите на арестованного. Не из вашей он общины. — Что там глядеть, если под Макеевым взглядом за десять сажений у калистрата Калиты по спине холод гуляет? — Безбожник то и еретик по имени Макей, сын сатаны Филарета, который был духовником общины. Он убежал из общины, прогнали за святотатство, иконы в щепу обратил. — Вот как, — удивился исправник, — он говорит, что его сына какие-то старцы удушили под иконами. — Удушили, сам сатану Филарет удушил. Отец его, где он, Филарет? — На цепь посажен за смертоубийство, пытки учинял, раскаленным железом на кресте распинал, огнем жег людей и чада сына сваво. Макея по шестому году удушил, но и ну дела. Становой погнулся под свирепым взглядом исправника. Кому-кому, а становому достанется. Макей рванулся с телеги, откинул прочь двух стражников и гремя цепями одним взмахом руки, а прокинул исправника, но не успел схватить калистрата. Тот кинулся в сторону, как жеребец от прясла, только борода раздувалась от ветра. Казаки сбили Макея с ног и поволокли к телеге, насовывая ему подмикитки. — Привяжите его к телеге, — приказал исправник, и обращаясь к становому. — Что вы тут смотрели, дважды побывав в общине? Или доверились тому духовнику, который, как вы говорили, долбил лоб двумя перстами? А что творилось за спиной духовника, видели? — Виноват, ваше высокоблагородие. — Старик, вы извините, напрасно я вам доверился. Вот следователь земской расправы сразу раскусил, что тут дело уголовное и вопиющее. Вопиющее, вопиющее, гнулся становой. Евстигней Минч раболепно помалковал по тупе голову, он будет отмечен, и потому покорность, верная стезя на ступеньку верхней земской расправы. Посрамленный Калистрат Калита вернулся, не применув сказать, что Макей еще в поморье исполнял волю своего отца-духовника и многих будто бы удушил собственноручно. — Брыластый, Боров, Иуда, — орал Макей. — Есть тут кто-нибудь старший? — спросил исправник. Калистрат поклонился. — Меня избрали, да отрекаюсь я, отрекаюсь. Филарета на цепь посадил, а каторжные по воле ходят. С ружьями и с ножами каждый час смерти жди. — Каторжные? Какие каторжные? — Числом на пятьдесят семь душ. Беглые каторжные. Вот сейчас произошло смертоубийство. Третьяк, который скрывается под фамилией Юскова, бежал из Москвы после французов. Изменщик и грабитель. Фальшивые деньги делал с французами в Преображенском монастыре и расправу учинял над русскими офицерами, какие верой и правдой служили отечеству. Приговорен был к смерти через повешение, добежал в поморье с богатой воровской рухлядью, и там скрылся в общине Филарета Боровикова. И сам Филарет — беглый пугачевец. Духовником был у Пугачева. — Что? — Духовник Пугачева? — поперкнулся исправник. — Сущую правду глаголю, ваше высокоблагородие. Этот третьяк, про которого сказал, зарезал беглого каторжника Лопарева, государственного преступника, осужденного на 20 лет каторги за восстание в Санкт-Петербурге. — Лопарева? — Здесь Лопарев? — Здесь Филарет сокрыл в общине, как и всех других каторжных, 57 душ. Кабы я не поверг мучителя Филарета, сам бы не жил. Смерть перед глазами стояла, потому у Филарета были вережники с ружьями и рогатинами. Не уйдешь и не убежишь. Отобрал я те ружья, да третьяк раздал посконникам каторжным и беглым холопам. Исправник вытер батистовым платком пот с лица. Вот так дела, да тут всех подряд надо заковать в кандалы и гнать на каторгу. Как же община прошла столько губерний в России, дотянулась до Сибири, и никто не сумел раскрыть преступников. А вот он, исправник, только явился в общину. Ах, да, здесь скрывается Лопарев. Когда еще сбежал с этапа, и вот сыскался. И где? Где он, Лопарев, где? Зарезал его третьяк, сейчас зарезал и убежал, с ножом убежал. Вот в той избе произошло смертоубийство, с ножом убежал. Господи, помилуй. Исправник круто повернулся к казакам. Десять казаков за мной, а вы глядите здесь, кинул становому шашки на голо. Туман, туман. Молоко льется над берегами Ишима. Он еще жив, Лопарев. Он еще жив, жив. Он должен жить. Милый мой, муж мой, пусть смерть возьмет меня, а тебе будет жизнь, бормотала Ефимия, перевязывая отбеленным рушником пораненную грудь Лопарева. Ларевон и Марфа развязали Ефимию, и теперь помогали ей. Лопарева положили на постель, рушник пропитался кровью, кисти рук ослабели, и Лопарев не в силах удержать жену свою Ефимию. Падает куда-то вниз, в черную и бездонную пропасть, в вечное забвение. А в ушах шумные течения Невы, в полноводье, сразу и вдруг пришла смерть. Он еще так мало жил на белом свете. Ты должна, ты должна. Молчи, молчи, не надо говорить. Сама умру, а тебе жизнь верну. Богородица Пречистая, помоги мне. В разуме мят черь свою слабую и несчастную. Не надо молитв, никто их не слышит. Ни Бог, ни Богородица. Не говори так, не говори. Нету Бога, Ефимия. Нету, нету, нету. Раздались бухающие шаги в сенцах, стук, грохот, и в избу. Ворвались казаки с обнаженными шашками. Исправник, а за его спиною брюластый Боров, калистратка Литавр, фоломейч, вознесенский, дворянин Могилевской гувернии, беглый протопоп. Бледная, обессилевшая за недельное роденье, Ефимия попятилась к лежанке, заслоняя Лопарева. Взять, — вкнул исправник на Лоревона. Это не тритьяк, ваше высокоблагородие, это старший сын Филарета Пугачевца. Там разберемся. Уведите его к Становому. Трое казаков повели Лоревона. Марфа со слезами поплелась следом. Исправник подошел к Лопареву. — Лопарев! — Так вот вы где оказались, Лопарев? Достойные нашли себе пристанище. Достойные! И кивнул казакам. — Двое! Останетесь здесь! Ефимия подошла к Калистрату и плюнула ему в лицо. — Христопродавец! Алгемей треклятый! Убивец сына мого! Треклятый убивец! Один из казаков оттеснил Ефимию от Калистрата. — Убивец! Убивец! Не убивец я, Ефимий, не убивец! Оправдывался Калистрат. Чего доброго, самого повяжут. Филарет удушил твоего сына, Сатано, Али забыла. — Ты убивец, ты, Кобелина, треклятый! И Акулину со младенцем огнем сожег на березе, и Елисея на кресте удушил. Убивец! — Кто эта женщина? Спросил исправник. — Бесноватая, ваше высокоблагородие, ума лишилась. Жена Макея Филаретова, сына ее, удушил старец, и ей грудь жгли клюшкой. И на веревках висела. Я ее спас от смерти. Ты убивец, убивец! Не меня спас, а сам себя в духовники возвел, и крест золотой отобрал у Филарета. Взять ее? Как Ефимия не вырывалась от казаков, как не умоляла исправника оставить ее возле умирающего Лопарева, убили из избы. Во всей общине смятение, страх и отчаяние. Мужики, особенно беглые каторжники, пользуясь туманом, расползлись кто куда, и в степи ушли, иные бродом махнули за Ишим в рощу, а третьяк с тремя верижниками удрал по Ишиму на двух лодках. Духовник Калистрат всех оглаголивает. Пятерых каторжников успели схватить. Микулу, Поликарпа Юскова, Пасху Брюха, Данилу Юскова и мигай глаза многодетного Пасхонника, когда-то отправившего на тот свет, управляющего имением на Тамбовщине. Пасхонников стаскивали в круг, как баранов, бабы исходили визгом, ребятишки ревели, конные казаки объездили окрестности на десять верст, но никого не сыскали из беглых каторжат. Велика ковыльная степь. Калистрат знал, что третьяк, опасаясь, как бы Пасхонники не набрали силу, да не прижали его, у многих отобрал ружья, а куда спрятал, неизвестно. Перевернули всю рухлядь в штановище Юсковых, особенно в избе третьяка, забрали на три телеги добра, кованый сундучок с золотом из рук в руки перешел к исправнику. Лукерья, третьяка с девчонками обеспамятила от рева, голыми остались. Под вечер калистрат подсказал исправнику, что ждать ночи никак нельзя, а каторжные верижники, отчаявшись, могут напасть ночью и перебить всех. Полсотни каторжных? Где-то они спрятались? Исправник и сам о том подумал, своя шкура дороже полсотни каторжанских шкур. Вы останетесь здесь с двадцатью казаками, умилостивил исправник опального станового. Слушаюсь. А чего же больше? Не перечить же заслуженному подполковнику, герой отечественной войны с Наполеоном, побывавшему даже в Париже, с русским войском. Вскоре после полудня Лопарев скончался, и тело его положили на поморскую телегу, укрыв дерюшкой. В Тобольск повезут во строк даже мертвого. Опознать надо и бумагу отправить в Санкт-Петербург. Пусть порадуется императорское величество, самодержит всея Руси. Старца Филарета с цепью на руке усадили на одной телеге с сыном Макеем спина в спину. Ефимий Исправник разрешил сесть на телеге возле тела Лопарева. Юсковых Данилу Поликарпа Василия повязали одной веревкой. И вдовца Михаилу прихватили, свидетелем будет по делу об убийстве Акулины с младенцем. Девять поморских телег потянулись степью к тракту, а там дальше в Тобольск. Истошным воплем огласилась вся Пришимская степь. Ночью стоновой пристав с казаками жгли сено и обнаружили сразу пятерых беглецов, в стогу прятались. Повязали спина к спине и отпочивали плетьми без жалости. На другой день исправник поджег еще один стог сена и опять двоих выловили, а один сгорел, не вылез. Кто, неизвестно, верижник каторжный наверх. Бабы и мужики подступили «Не жгите сено, чем скот кормить» и сами назвались «Разворошить все стога». На четвертые сутки до того, как из Тобольска вернулся исправник с казачьей сотней Становой со своими казаками, успел повязать тридцать семь беглых каторжников. Выслушался такие милости, сподобился от исправника. Вместе с исправником и казачьей сотней в общину явилось духовенство – архиерея с двумя священниками, военный врач и Калистрат с ними. Теперь уже не многомилостивый батюшка Калистрат, а духовное лицо при архиерее – Калита Варфоломеич Вознесенский, ставший потом воинствующим обличителем раскольничества, автор незавершенных записок про филаретовскую крепость, удостойных особого внимания оберпрокурора Синода. Быть Калите архиереем, не может быть.